Новинки сезона По этому поводу написал эссе предпринимателя на 10 лет посадить, а пожарника, его начальника на пожизненное заключение. Конечно, виноваты пожарные, только они, имея опыт, понимали, что это такое. Эти коридоры и залы, эти горючие потолки, эти загроможденные выходы, эти запертые двери и так далее. Конечно, родители врачи виноват, а не ребёнок, если видят, что дитя может съесть отравленный гриб или испорченный суп и спасаться бумажкой с предписанием, что я предупредил. Которые не давали, это, по сути, отписывались и потворствовали. Это кощунство над смертью. Здесь написано у меня 111 человек, а уже теперь 130 человек, кажется. Да, предприниматели это жадные до наживы дети, а пожарники, но просто нет слов, что сказать про них. И до чего наивное голосование читателей, голосуя за виновность предпринимателя, потворствует формализму, очковтирательству, что предупредили ему. Всё в порядке. Или идут доверчиво у них на поводу. Да, предпринимателя надо посадить на 10 лет в тюрьму, безусловно. Но пожарника и его начальника посадить на пожизненное заключение, тогда такое никогда не повторится.